Наверное, жизнь — это прежде всего некое движение, которое занято и определяется не течением времени, то есть не биологическими законами, не физическими законами, не законами функционирования организма, его старения, а тем, насколько сам человек способен каждое мгновение того времени, которое ему отпущено, наполнить, извините за банальность, каким-то содержанием. Поэтому, наверное, вопрос у нас стоит так, а что должно стать тем содержанием, которое для того или иного человека определяет понятие жизни? Ну вот если этот вопрос касается меня, то, по всей видимости, на него можно ответить достаточно лаконично. Это попытка некой гармонизации. Это попытка гармонизации бытия, насколько способен один человек совершить подобные действия. И, очевидно, это понимание все-таки того, что все, что ты делаешь, так или иначе связано не только с тобой, связано не только с окружающими тебя людьми, и связано не только с тем миром, в котором ты существуешь, в котором ты живешь. Это так или иначе связано с теми силами, которые нам не подвластны. Я не хочу тут употреблять конкретных определений. Я думаю, что понятно, о чем я веду речь. И абсолютно ясное понимание того, что на этой земле что-то может произойти, не только потому, что это определяется силами внеземными, но и потому, что эти внеземные силы могут совершить что-то на этой земле только благодаря тому, что существует человек. И тогда уже возникает вопрос в том, насколько эти внеземные силы конкретному человеку дали ясное представление о своей воле и о том, что необходимо делать. Но некое резюме по этому вопросу сам человек сделать не может. Это резюме делается уже другими людьми. И делается оно уже после того, как для человека его жизненный путь завершен. Спасибо. Спасибо.